Дубль 2. Здравствуйте всем, дорогие подписчики нашего канала. Как вы можете видеть это? Настя, что ты чудишь? Смотрите, смотрите все это из памяти. Как он сказал, мне нужен Киев. Нет, Украина. Самый не похож вообще на украинца. Я ему отвечаю на немецком, что мы ждем автобус на Польшу. А он говорит все равно Украина. Но какая ситуация? У него в заднем кармане пачка украинских гривен. Не то, что пачка. Просто деньги вот так расставлены в кармане. Кто-то подойдет, просто ребенок даже выхватит и все. 500 гривен и пачка. Настя, вы в ютубане занимаетесь? Танцуй, танцуй. Настя. Ой, не могу. Успокойся, не портит мне канал. Не портит мне ютуб-канал. Смотри. Какие африканцы. Вот. Я шучу, если что. Короче, ждем автобус. А куда пошли африканцы? Не знаю, опять вечера. Не, в чем смысл? Куда пошли африканцы? Я не знаю, кто куда пошел, но наши рассказы не наблюдают за кем-то. Я не знаю. И скучно просто. Уже половина. Может автобус вообще нет. Вот что мы заметили с Настей? Что здесь, в Германии, нет автовокзалов. Как у нас. Вот у нас, смотрите, в любом городе. Ну, практически в любом. Ну, в таком. По типу Харькова, Днепропетровска. Одесса, Киев. Ну, в Запорожье, не знаю. В автовокзал заходишь, можно зайти в зал ожидания бесплатный. Да. Остановись на месте. Посидеть спокойно и посмотреть вообще направление, когда будет твой автобус. В какую сторону, платформа. А здесь, вот что в Дюссельдорфе, что в нашем городе, вот как бы просто четыре таких сидушечки и все. Ну, ладно. Тут поместится три платформы. Четвертая, не знаю, раз уж это. Ну, для четыре. Четыре платформы. Ну, это как можно вот. У меня даже не написано, что это автовокзал. Ну, да. Я думаю, что это не автовокзал. Это просто как какой-то пункт отправления. Вот. Они тоже не могли понять, что это. Я говорю, здесь, здесь. Сейчас не знаю, хоть бы подошел бы автобус. Уже половина его сейчас. Ну, да. Людей вообще нет. Мы просто приехали за два часа. Пусть рассказ, как ты говоришь, твои знакомые потом. Какой? Ну, ты говорила. Не поняла. За Яну. Ой, не поняла ничего. За фирму типа. Тоже, как мы пытались взять билеты. Это тоже надо было видеть. Фликсбас, короче, снимают деньги. Сняла 5900 гривен. Ну, в евро это 150. А билетов нет. Позвоним в банк. Они говорят, что мы ничего не списывали. Звоним мы в эту фирму. Они тоже говорят, мы ничего не знаем. Мы должны вернуться в течение 72 часов. Но вернулись в течение часа. Ну, слава богу, что так. Повезло. Настя потом взяла уже на другую фирму. Не знаю, почему не проходит. Может, какой-то лимит по карте стоит. Не знаю. Я думаю, что он просто ждал автобус. Осталось еще сколько. И сколько еще. Еще полчасика и все. Ой, хоть бы уже все. Я уже буду ехать. Настя юморист. Да, я шучу. Погода такой, если бы не знаю. Что у нас происходит. Ну, непонятно, кто жарко. Задочный день. Может, не расскажешь. У меня, кстати, еще будет. Или кто завтра будет? Ну, на завтра. Сегодня вам сняли видео, как мы в запцентр ходили. В общем, как-то так. Ну, правда, непонятно, что это вокзал. Мне это не понять. Так как так как нам birā ежедневно упал в поиске ут пожалуйста насосом. В Freund holding. Но я же начал интервью. Может, нет того, чтобы все ставили. Если бы я не Musía, уже мог предуп coaching. Я жил hora� в вашем месте. Проводили. Уезжают. Я думала, ты и плачешь. Да что я буду плачивать? Ты и плачешь. Вот, смотрите, ребята, сегодня у нас такая паста. Ну, грех не взять по такой цене, такие креветки. Здесь сливки, креветочки, сырок, орегано, масло, чесночок, лапшичка. Креветки, смотрите, какие вкусные. Это, кстати, в азиатском магазине очень вкусные. По такой цене грех не взять. Очень вкусно. Сейчас буду пробовать. Божественная паста, просто обалденная. Аня, огромное спасибо, респект ей за это. Да, ты даже не любишь макароны. Да, я вообще не люблю макароны. Но когда реально очень вкусно приготовлено, я могу съесть. Вот это я понимаю. Лучше ресторана. Класс. Приятного нам аппетита. Да и вы, ребятки, готовьте. Такие вкуснейшие вот рецептики. Советую. Так, ребята. Всем еще раз здравствуйте. Знаю, что вчера я проводила родителей, как вы могли видеть на видео. Когда уже мы с Аней их посадили в автобус, когда уже автобус уехал, мы ушли. И я очень сильно грустила, плакала. И сейчас хочу плакать. Мне очень трудно, потому что маму я не видела очень долгое время. Мне было очень-очень тяжело. Я думаю, родители и дети поймут, когда они виделись очень долгое время. Мне реально сейчас, ну, я держу себя в руках, но мне очень-очень трудно. Потому что родители-то есть родители, дети-то есть дети. Как бы там ни было грустно, все хорошо, все. Они добрались уже к Польше, к моему брату. Сейчас они остановились у него на день. Переночуют, на следующий день будут выезжать. Сказала, что все отлично было. Сказала только один момент такой был. Папа вышел, значит, за кофе в Польше уже. Ну, когда уже подъезжали к Польше. Папа вышел кофе купить. Сказал, предупредил поляка, что типа водителя поляк был. Предупредил, что я выйду, куплю кофе быстренько. Короче, папа куда-то пошел. Водитель начинает уже возникать. Говорит, где уже по времени надо выезжать? Его нет. Он пошел, водитель к моей маме, говорит, иди за ним. Потому что, ну, сейчас будут проблемы. Нам надо уже отъезжать. Типа, уже все по времени. Где он? Мама бежит за ним. Ищет его. Еле нашла его. Мама потом кричала на него. Потому что реально. Ну, так я всегда так говорю. Что типа, когда маленькие остановки, нельзя. Лучше сидеть дома. Ой, сидеть лучше в автобусе, господи. Или выйти там на улицу, перекурить. Или просто стоять, поговорить, чтобы ноги разомнуть. Все. И дальше едем. Как-то так, слава богу, сели. Потом пересадка была еще одна в Польше. И все-таки они добрались. Здесь с утра они были в Польше. Брат, конечно, встретил их. На машине забрал. Поехали к нему домой. И сейчас, не знаю, они там отдыхают. Мама позвонила, мне сказала, что все, alles good. Что они добрались. Отлично все. Говорит, тяжело, конечно. Потому что, как вы понимаете, каждый... Я думаю, что никто не будет спорить со мной. Потому что 60 лет... Это уже такой возраст, когда... Я думаю, все поймут. Когда уже кости, когда ноги, тело, руки, все болит. Когда ты едешь в автобусе, это тебе не 20 лет. Даже 20 лет тяжело. А в 60-е, я представляю, я бы не выдержала, наверное, такую дорогу. И они просто для меня герои, что они выдержали эту поездку. И им еще ехать с Польши потом в Украину. Ну, я думаю, что так же они все будет хорошо. Поедут и все будет хорошо. Так что как-то на этом всем, ребята. Не обращайте внимания там, что я хочу плакать, не хочу. Это естественно. Их нет дочери. Мне очень приятно было, что они приехали. Мне было приятно, классно. Я провела время с ними. Может, и мало, но мне это запомнилось. Такой промежуточек. Но он запоминается в голове. Хочу опять плакать. Но все, all is good. Так что все, ребята. На этом все. Буду прощаться, чтобы не заплакать. Всем спасибо. Всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока. Пока.